Лауреаты нынешнего 31-го Грушинского фестиваля, ансамбль «Зимовье зверей». А сейчас на эту сцену выйдет замечательный человек, чудесная, прекрасная женщина, очень обаятельная. У нее чудесные песни, которые на этом фестивале были много-много раз оценены. Сейчас вы ее увидите. Раиса Нурмухаметова. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу сказать спасибо «Зимовье зверей» за песни, за яд. Но я предлагаю все-таки спить чашечку чая. И спою песню, начну свое выступление с песни, которая называется «Про татарку». Ну и традиционно прочитаю свое стихотворение «Малюсенькое». Но мне кажется, оно многое объясняет. Меня слышно? Да? Это только я, наверное. Внимала Божьим я старанием и вышла в этот мир большой с татарским недопокаянием, еврейским мусообразованием и очень русской душой. Незначай, незначайно просился ты на чай, просто вывелась в доме заварка. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, не знал, что нарвался дружок на татарку. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, но не знал, что нарвался дружок на татарку. А татарка, ну как, без заварки? Проходи к самовару, кунак. Нынчик чаю у нашей татарки, золотистый, душистый чак-чак. Нынчик чаю у нашей татарки, золотистый, медовый чак-чак. Ну, мне кажется, все знают, что такое чак-чак. А вот некоторые молчат. Ну, я традиционно объясняю, что чак-чак это очень вкусно. Чай попил, разомлел и забыл, что много дел. Да и надо ли помнить о деле? Посмотри, как хорош край, в котором живешь. Так за чаем в окно и глядели. Посмотри, как хорош край, в котором живешь. Так за чаем в окно и глядели. Не считали, да и не хотелось. Сколько раз закипала вода, Только в небе вовсю разгорелась. Вскоре чайная наша звезда. Только в небе вовсю разгорелась. Вскоре чайная наша звезда. Чай с душицей, аминь. Занавеску задвинь. Говорю, занавеску задвинь-ка. Ой, скажу неспроста, Ты моя красота, В твоей чашке гуляет чинка. Перепели все русские песни, Перепели татарские. Ах! И в приглядку свершины небесной Подпевали нам Бог и Аллах. И в приглядку свершины небесной Подпевали нам Бог и Аллах. Эх, най, да-да-да-да, Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нет. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Потому что те, кто приезжает, ну, конечно, обвинять невозможно всех, но, мне кажется, уехали те, кто может обойтись без этой поляны, остаются самые-самые, кто хочет дослушать и услышать еще тех, кто не выступал. Поэтому, мне кажется, можно петь и лирические песни. Вот такая песня, она называется «Родословное древо», и написана она на стихи Дмитрия Антоновича Сухарева. Года два тому назад Дмитрий Антонович позвонил мне, у него был день рождения, юбилей, и сказал, что было бы замечательно, если бы я спела в его концерте, но если бы мое выступление было тесно связано как бы с его творчеством. И это понятно, что я, конечно, с удовольствием, но очень сложно было выбрать стихи для песни, потому что очень многие хорошие стихи уже поются. Но такое стихотворение я нашла, называется оно «Родословное древо», и, мне кажется, оно будет близко абсолютно всем, потому что такие вот пункты населенные, как Венев, Одесса, их можно заменить на свои родовые пункты, и тогда у каждого получится своя песня. Будет время составлю, родословное древо, его детям оставлю, чтоб светило и грело, родословное древо, А на нем человеки, те, что были когда-то, и пропали навеки. Будет время на карте, перемечу кристалли, то, что отчили люди называют местами, там Венев и Одесса, и великие луки, там любовь и злодейство, и великие муки. Из Венева прабабка, из Одессы другая, а великие муки, из озерного края, Те в безвестной хатыни, а не меф от печали, помнят пепел поныне, как в амбаре кричали. Я под кроной коренья, заплету в хороводе, племена поколенья, наше место в народе, Чтоб вовек не забылось, сколько веток рубилось, и кому с кем любилось, сколько деток родилось. Аплодисменты Ах, чтоб такое съесть, чтоб закипела, месть запела дурь, закипела бравада, Поджечь души мосты, уйти в туман, в кусты, а куда надо, а куда надо, Поджечь души мосты, уйти в туман, в кусты, а куда надо, а куда надо. Уйти в леса, в тайгу, чтоб не нашел шайгу, а че искать, я ведь не хакомада, И проползая вдоль, шептать глотая, соль, а куда надо, а куда надо, И проплывая вдоль, вдруг, а соль, а куда надо, а куда надо. Когда вы хватитесь, меня не там, не здесь, а вот и нету, а вот тебе надо, а я не тут, не там, Ищите мой фиг вам, в а куда надо, в а куда надо, а я не тут, не там, ищите мой фиг вам, А куда надо, а куда надо, а куда надо, а вот смеяться, грех тут неуместен, смех, Да и вообще бы, шутить бы не надо, как под небесный гром, вопрос стоит ребром, а куда надо, а куда надо. Как под небесный гром, вопрос стоит ребром, а куда надо, а куда надо. Я знаю выход, есть палата номер 6, да и главврач, как всегда будет рада, Когда больничный хор вдруг ромыхнет, как с гор, а куда надо, а куда надо. Когда больничный хор вдруг ромыхнет, как с гор, а куда надо, а куда надо. Туда не надо, сюда не надо, а куда надо, моя туда не надо, сюда не надо, а куда надо, моя куда надо.